Это субботнее утро алматинцы решили провести на свежем воздухе и внести свою лепту в очистку и озеленение любимого города. Только за день в мегаполисе общими усилиями работников организации, студентов, жителей было очищено более 200 километров орычных сетей, свыше 40 километров русел и берегов рек, покрашено 3000 погонных метров ограждений. В городе появились молодые саженцы деревьев. Только в ботаническом саду высажены 50 березок и 15 елей. Нет ничего лучше, чем вместе выйти поработать на благо города, внести свою лепту в благоустройство любимого города, его озеленение, чтобы он был еще краше. Особенно это должно быть интересно молодежи. Мы тоже были студентами и выходили на субботники. Дружно, все вместе. Акимгород отдал конкретные поручения руководителю управления природных ресурсов. Алматы не должен потерять статуса самого зеленого города в стране. Поэтому работа по озеленению и очистке одна из приоритетных. В этом году весной будут высажены около 10 тысяч деревьев, хвойных и лесных пород. Это приблизительно такое же количество, как и было в прошлом году. Особое внимание уделяется зеленым зонам, таким как ботанический сад. Он располагает крупными и уникальными в Казахстане коллекционными фондами живых растений. Чтобы поддержать уникальный объект Акимата Малматы совместно с Минобразование и Науки, создана рабочая группа. Фонд развития главного ботанического сада. За счет средств фонда разработан проект реконструкции сада, в котором приняла участие международная дизайнерская компания. Для города в свое время на площадках ботанического сада интродуцировали большое количество видов древесных растений. Из них успешно адаптированные были внедрены в озеленение города. Это более 120 древесных растений, которые сейчас активно используются в озеленении города. В прошлом году мы по акции «Посади дерево» передали городу порядка 5000 деревьев. В этом году, вот только вчера мы передали 1000 деревьев, но эта акция только началась. В акциях по саночистке и озеленению алма-атинцы участвуют охотно. Для молодежи это скорее не труд, а своеобразный отдых и живое общение. Только в ботаническом саду собралось 600 госслужащих и студентов казну имени Альфа-Раби. Субботник – это, можно сказать, праздник для нашего города. Все собираются и приносят какой-то вклад в благоустройство, озеленению города, чистоте города. Работа проходит весело и даже незаметно, как проходит время. На общегородском субботнике было задействовано свыше 700 единиц техники. Вывезено почти 9 тысяч кубометров мусора. Субботники в городе еще будут проходить. Об их пользе говорить излишне, как и о том, что любовь к родине начинается с малого.